Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие родичи! Итак, в эфире передача в гостях у Котофея Майонича. Здравствуйте, мои дорогие телезрители! Я вам расскажу былину своего рождения. Итак, я родился в царстве сказки. Это царство существует везде, оно во всем. Вот вы идете по своей квартире или вы идете по своему дому, а сказка-то она рядом. Помните, синяя птица? Искали они синюю птицу всю сказку, а оказалось, она живет у них прямо дома. Поэтому всегда внимательно смотрите, что рядом оно может быть очень необычным. И когда вы раскрываете смысл, то, конечно, вы обретаете удивительные открытия. И очень важно радоваться этому миру. Вот сегодня идет дождик, радуемся снег, радуемся солнце, радуемся у нас. Вот я, как Котофей Баюныч, заявляю от лица всех сказочных персонажей, всегда много радости. И мы ее активно с вами делимся. Как же я родился? В маленькой деревушке между мощными лесами однажды появился котик. Ну, сами понимаете, вот такой вот я котик. Здравствуйте, вот я такой появился. Видите, я солнечный котик. Шкурка у меня тоже такая вот рыженькая. Вот сейчас присяду. И, конечно же, от обычных котов меня отличают очень выразительные зеленые глаза. Ну, они не смогут скрыть мою мудрость. И я люблю радоваться радостям других. И не могу себя тоже не похвалить. Слушай, ну, что-то Котофей Баюныч, ты что-то прямо это, себя решил как-то очень хвастаться. Ну, знаете ли, хвастовство это не совсем плохо. Уже, когда вы в чем-то не уверены, нужно постоянно, вот я вам говорю, все ребята, вы очень талантливые, главное трудиться. Вот если вы не будете верить в себя, вы не сможете совершать чудеса. Вот те, кто поверили в себя, они смогли сделать и открытия замечательные, и создать волшебную музыку, и подарить миру много счастья, образовать мощные-мощные семьи, в которых процветает мудрость, благополучие, здоровье. Не важно, какой труд, чем ты занимаешься, важно, как ты занимаешься. Ой, ну это я не хочу вас утомлять. Очень долго вот такими, так сказать, мудростями. Ну, а на крайней деревушке, на высоком берегу реки жили-были дед и бабка. Это те самые, у которых были родители, у которых курочка Ряба снесла золотой яич. О, как интересно, то есть у сказки есть продолжение? Ну, конечно, можно сказать, что я – это продолжение сказки о курочке Ряба. И вот эти две половинки родовой реликвии, они хранились в доме в красном углу, то есть в самом главном красивом углу дома. Там висело полотенце с загадочными орнаментами. На нем была изображена такая вот подкова, в котором рождался цветок. Ах, как я люблю эту деревню, родную мою деревню. И ведь эти две золотые половинки яйца сделали ее знаменитую на всю округу. Периодически они соединяются. И происходит это в день, когда самый-самый длинный день и самая короткая-короткая ночь. Они соединяются и начинают светиться, как огромное солнышко. И восславить это чудо приходят с разных уголков Земли. Все сказочные персонажи и из далекой Индии, и из Австралии, и из Южной и Северной Америки приходят, даже из Африки приходят сказочные персонажи, чтобы порадоваться вот этому волшебству. Ну, то есть наша такая деревня превращается в этот день просто в какой-то международный фестиваль сказки. Мы все радуемся, мы обсуждаем какие-то наши насущные задачи, в то же самое время пытаемся понять, что же делать, вот как помочь подрастающему покорению не утерять вот эту веру в сказку. Ну, всегда это радостное событие. Но так продолжалось много лет. А однажды этого не произошло. Ай, представляете, все пришли, а половинки не усоединились, и нету вот этого сверкающего солнца, которое так помогало всем нам. Вот шел уже девятый год отсутствия чуда, И я, Котофей Баюныч, прогуливался по заливному лугу, Любовался восходящему солнцу. И тут неожиданно появилась моя бабушка, Моя матушка, Моя великая богиня, солнечная рыска. — Здравствуй, сына, — сказала она, — славлю солнечный путь твой. Пришло время Открыть тебе, Котофей Баюныч, Твое предназначение. Я, конечно же, встал в полный рост и низко поклонился матушке. Здравствуй, матушка! Здравствуй, великая старшая кошка в солнечном царстве! Скажи, пожалуйста, а в чем мое предназначение? И она сказала, Своими путешествиями среди волшебных миров Ты восстановишь единство сказочного мира И через волшебство поведаешь о правде. И царство мечты станет ближе к людям. Представляешь, под бою, Не только вот здесь, вот на Руси, Она станет ближе к людям, Она везде станет ближе к людям. И в Гималаях, и в Памире, и на Урале, и в Андах. Везде, везде, даже у загадочного камня и Аллуру, Везде оно станет ближе к людям. И по прошествию темных лет Забвения две половинки соединятся И вновь сообразуется единство. Матушка Саула Руси спросила, Готов ли я служить людям? Я сказал, да. Ясности тебе в пути, пожелала Саула Русти. Следую завету, ответил я. И здесь возник солнечный оберег. И этот оберег будет всегда сохранять меня. На этом пути он невидимый, Но иногда проявляется. И каждый раз он выражает со собой Великую силу солнца. Я как сейчас помню этот мир. Слова Саула Русти звучали словно рассказа грома. И вот теперь я пришел в ваш мир, Сохранив эту способность перемещаться между мирами. И я думаю, что и детишкам, и взрослым Понравятся мои сказы, сказки. Блин, а называйте их как угодно. Это будет встреча с интересным, Ну, так сказать, котом, Котофеем Баюночем. То есть мы будем с вами общаться. Я уже вам опять загадал две загадки. Первая загадка. В какой праздник народный И общечеловеческий произошло явление, Связанное с воссоединением половинок И с образованием маленького солнышка на земле. Первый вопрос. И второй вопрос. Что это за полотенце Вот с такой красивой, подковообразной формой? Так что добро пожаловать в мир сказки. И я от всей души желаю вам, Чтобы ваша жизнь была наполнена сказкой. Она рядом. Надо просто на нее немножко обратить внимание. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу передачу В гостях у Котофеем Баюночем. Да, мне еще много хочется рассказать. Но я буду потихоньку, потому что, знаете, Я вот тут пишу, постоянно что-то пишу. Вот это не дописал еще. Ну, подготовлюсь обязательно К следующему нашему выходу В солнечный эфир. И порадую вас. Да, молодец, Котофей Баюноч. Ой, спасибо тебе, Кот Баюн. Я стараюсь, стараюсь для всех, ребят. Ура! И, конечно же, не забываем ставить лайки, Делать репосты, потому что это очень просто. Ура! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!